всем привет с вами азбука от семантики сегодня мы поговорим о том как нужно оптимизировать тексты оптимизация текста это процесс продвижения текстового контента в интернете раньше достаточно было просто вписать ключи в ваш текст и поисковая система по ним определяла какому какой тематике релевантно ваша статья соответственно оптимизаторы просто спамили ключами разные тексты причем не всегда одной тематике но таким образом страница поднималась выше в поисковой выдаче сейчас этот метод не работает и нужно предлагать куда больше усилий чем просто распихать ключи по тексту то есть поисковые системы они сейчас смотрят на качество ваших материалов на реакцию пользователей то есть сколько время они провели на странице дочитали ли они до конца про скроллили ли они статью до конца либо же они ушли и не стали читать оптимизация текста включает себя несколько этапов первый этап это работа с ключами соответственно вам нужно собрать семантику то есть это те ключевые фразы те поисковые запросы по которым вы будете продвигать вас в вашу статью здесь есть одно золотое правило одна тема один материал не надо пытаться ухватить все и сразу допустим вы хотите продвигаться по ключевому запросу как кормить кошку соответственно ваша статья должна быть именно о том и только о том как кормить кошку есть несколько моментов о которых нужно помнить они касаются того как именно мы можем вписывать ключи в текст есть несколько типов вхождения первое это точное вхождение когда ключ вот в каком виде он есть в таком же виде он вписывается в текст но это вот как я говорил выше как кормить кошку можно допустим этот ключ вставить в заголовок и это будет точно вхождением ключа второй вид это прямое вхождение здесь ключ нужно вписать максимально органично то есть если логический ключ можно как-то разделить либо там может быть какие-то слова разделить предлогом чтобы это было более естественно допустим как лучше кормить кошку или чем лучше кормить кошку то это будет прямым вхождением то есть ключ вписан но он разбавлен каким-то предлогом каким может быть там запятой важное правило нельзя ключи разбивать точками высказательными или в вопросительными знаками разбавленное вхождение это такой вид когда слова из ключевые фразы отделяются друг от друга одним и несколькими словами соответственно опять же это все делается для того чтобы читатель не цеплялся взглядом за вписанный ключ чтобы это все выглядело органично и естественно но и последний вид это морфологическое вхождение то есть когда вы берете не какой-то точное слово из запроса а какой-то синоним то есть такое около тематическую фразу скажем так соответственно как правильно вписывать ключи одно правило вам это нужно делать органично то есть до поисковая система смотрит на то какие же ключи вы вписали в текст но также вы должны помнить о том то что текста вы пишете все-таки не для поисковой системы а для людей и человеку будет неприятно читать текст где допустим написано какая-то корявая фраза допустим в москве мы вы можете кресло мешок купить то есть слова мы должны как-то менять местами выстраивать их в таком порядке в котором мы привыкли в принципе говорить естественно изменять формы слов чтобы все это выглядело естественно и красиво следующий этап оптимизации текста это соответственно работа с качеством то есть если текст будет написан просто какой-то портянкой с ошибками с полным отсутствием запятых и знаков припинания то это будет плохой текст и для людей и для поисковых машин они уже давно научились определять грамотность текста и оценивать его показатели качества соответственно о показателях качества основной параметр это уникальность текста она показывает на то сами ли вы писали статью либо же вы ее просто откуда-то скопипастили как добиться уникальности первый вариант писать самому второй вариант брать какой-то готовый текст но полностью видоизменять то есть играть с порядком каких-то абзацев каких-то фрагментов текста заменять слова синонимами что-то сокращать добавлять что-то новое от себя следующий параметр качества это водность текста тут нужно сказать то что для каждой тематики разный процент допустимости разный процент вводности которые вы можете допустить вода это те конструкции которые вы можете в принципе убрать из текста и он не потеряет свой смысл соответственно такие конструкции они не несут никакой пользы они не несут никакой дополнительной информации читателю поэтому таких конструкций нужно избавляться сюда относятся разные причастные и депричастные обороты какие-то вводные слова если вы читаете текст и у вас возникают сомнения а нужно ли здесь этот фрагмент попробуйте его выкинуть и посмотреть потеряет ли предложение смысл если смысл сохраняется то без зазрения совести просто убирайте этот кусок ваш текст станет намного лучше намного сильнее далее тошнота тошнота и переспам соответственно это два показателя они идут тесно друг с другом они показывают на то как часто в тексте встречается то или иное слово то есть переспам это в основном идет разговор о ключевых фразах то есть не надо вписывать ключи подряд друг под друг друг рядом с другом тошнота это общий показатель того как часто вы используете то ли иное слово но допустим если мы пишем текст о том как кормить кошку вот вы говорите то что кошку нужно кормить тем-то и тем-то кошку нужно кормить по таким-то часам и кошки полезен такой-то корм вот слушайтесь очень часто повторяется слово кошка когда мы читаем текст то работают те же самые принципы мы цепляемся взглядом за слово которое очень часто повторяется и соответственно нам это неприятно и поисковой системы тоже это не ценят поэтому лечение такое убирайте слова которые вы можете выкинуть из текста без потери смысла либо же заменяйте слова синоним но допустим кошка животное питомец если у вас сложности с подбором синонимов но в интернете есть всякие сервисы и синонимайзеры которые автоматически подбирают для заданного слова какие-то синонимы структурированность это следующий этап оптимизации текстом текст должен иметь четкую и понятную структуру придерживайтесь того то что структура должна отвечать принципу от общего к частному то есть рассказывайте вы какой-то термин далее какую-то общую характеристику дальше углубитесь в эту тематику расскажите подробнее о всех составляющих из чего складывается вот этот вот термин это структуре структура выражается в лице для поисковых систем она выражается в том как вы разбиваете текст на заголовки и подзаголовки как вы с ними работаете соответственно работает правило вложенности то есть на одну страницу у нас есть общий главный заголовок h1 больше на странице такого же заголовка такого же уровня быть не должно далее заголовки h2 внутри них могут быть вложены заголовки h3 h4 то есть работает такая иерархия заголовков добавьте свои свои тексты какие-то списки это также даст дополнительную весомость и в лице поисковых систем и для простых читателей то есть человек заходит вашу на вашу статью он видит то что вы по пунктам все ему рассказываете то есть кошку можно кормить первое овощами там 2 фруктами третье сухим кормом у человека сразу все становится на свои места и он по достоинству оценит ваш материал метатеги это следующий этап оптимизации текста то есть три основных метатега это title description и keywords первые два они обязательны к заполнению то есть title это такое заголовок статьи она он виден на вкладке в браузере то есть туда тоже нужно вписывать ключи нужно это сделать тоже органично то есть человек должен понимать то о чем будет ваша статья и как раз по заголовку title он и будет оценивать то ли это статья которую он ищет или же нет description в основном он используется для построения сниппетов то есть какого-то описания под ссылкой которую вы видите в поисковой выдаче если он не заполнен то система сама подтянет тот кусок контента который она считает нужным но если вы его заполните то опять же это увеличит а показатель кликабельности то есть человек пробежится бегала по сниппету поймет вкратце о чем вы будете говорить статьи и уже решит то это что он ищет или нет то есть для них для title и description работает правило релевантности то есть в них отражаете эту информацию те ключи которые вы реально раскрываете на странице своего сайта мета тег keywords уже не играет такой роли как играл когда-то то есть раньше он сообщал письковым системам в принципе под какие запросы оптимизированы эта страница то есть на его основании система определяла релевантность но это привело к тому то что оптимизаторы просто начали этот текст память самыми разными ключами там просто идет мусор поэтому сейчас он уже не учитывается при ранжировании но если вы туда все равно поместите нерелевантные ключи то это приведет к негативному эффекту со стороны поисковых систем дальше грамматика орфография это следующий этап оптимизации текста он даже больше относится все-таки к проверке параметров качества то есть текст должен быть написан без ошибок в нем должны быть проставлены все знаки припинания то есть там дефисы тире и прочее как повысить грамотность больше читайте читайте классическую художественную литературу чем больше вы читаете тем быстрее у вас разовьется интуитивный навык грамотного письма и вы просто будете писать уже без ошибок но для ленивых пользователей всегда есть сервисы типа орфограммки которые анализируют текст и посвечивают те места в которых по мнению сервиса допущены какие-то ошибки последний этап это скорее работа над юзабилити то есть то как ваш контент ваша статья будет представлена на сайте сюда относится человекопонятный url то есть адрес по которому ваша статья доступна понятное дело то что никто не будет приходить по каким-то странным ссылкам которые даже даже и близко не отражают сути страницы и хлебные крошки то есть это навигация сайта это какие-то связанные статьи то есть допустим вы прочитали статью как кормить кошку иван также автоматом предлагается статьи там топ-10 лучших сухих кормов для британских котов а это все хлебные крошки то есть они улучшают навигацию на сайте ну и пользователь может заинтересоваться перейти по ссылкам это даст также дополнительный вес вас вашего сайта в поисковых системах соответственно оптимизация текста важно она позволяет грамотная оптимизация позволяет продвинуть ваш сайт в поисковой выдаче ну и также если ваши текста действительно несут полезную информацию для пользователей если они решают их проблемы и отвечают на конкретные их вопросы то соответственно во вы будете авторитетом в глазах этих людей соответственно на ваш сайт будут возвращаться и если вы решите открыть интернет-магазин то скорее всего люди которые читали ваши статьи будут покупать продукции именно у вас потому что они вам доверяют вы рассказали им что-то новое что-то полезное соответственно купить лучше корм для кошек именно у вас мы напоминаем что все статьи доступны в текстовом формате у нас на сайте ссылка будет в комментарии под этим видеороликом на сегодня все с вами была а звук от семантики подписывайтесь обучайтесь обращайтесь